идем дальше вот это кто еще не знает а я надеюсь что уже знают многие если не знает вас но может быть не знает это самое тоже тебе развити где а почему не знаю я должен она была уже в москве была в мичуринске знакома со многими авторитетными садоводами она в данном случае тоже представляет сибирскую науку не сама себя а всю науку вот и когда она ездит прочитает лекции тоже на северяков представляет это наш как бы сказать таран пробьем ли мы стенку эту глухую научу не знаю вот это мой личный таран не смотрите что-то хрупкая девушка у нее мозги какая-то самая в академии наук президиум академии наук такого же уровня я вам говорю железо слушайте дальше она вам демонстрирует персик вот этот это был двадцать первый год двадцать втором году на нем эти две вот эти темного цвета ветки видите это остатки было роскоши на них еще персики висели в этом году прирост еще дала еще можно порядка двадцати веток а из них можно от 40 до 100 прививок сделать это самое северное в мире персик даже не северный а бородостойки вот он вылез из-за забора а в шестнадцатом году перезял вот этот товарищ вот он удачок владислав это я считаю самый талантливый ведущий он же и агроном вот он же специалист совмещает себе и ведущего вот и вот этот ведущий был в шестнадцатом году и до втором году у меня в шестнадцатом году он это дерево снимал хотя тут роскошь столько плодов я стою возле него он снимает для телевидения я соловьем развиваюсь самое интересное я конечно уничтожал его я тоже уничтожал но я уничтожал его надо было беречь к нему надо было после 16 года выставить охрану специально охрану чтобы я железом не мог подойти секатором не отрезать ветки а я отрезал по 30 40 веток с этого песка кстати 16 вот фильм вышел этот самый по телевидению показывает только толку от этого никакого мы показали то есть я не болтут были персики было все и семнадцатого года должна быть охрана и меня к нему не подпускать ну кинуть там подачку миллион рублей сказать все это не ваш персик все пока мы его не разберемся с ним все косточки наши все сынки наши все это переедет в москву в мичулин все это переедет это самое на урал все тут но везде делающие среди вот это должно было случиться сейчас он доживает свой век это страшная жизнь тридцать сорок лета каждый год уничтожать делать страшные раны вот не хватает с этим но я про поймите меня я кормлю столько людей сколько это это моя жизнь мое призвание вот зарабатывать хорошие деньги все это раздавать но это вынуждено понимаете вынуждены и калечил я выгодно я не хватает с этим я хочу чтобы даже то что сейчас сохранилась вот она стоит а это всех которые сейчас в сибири сибирском варианте в сибирской технологии разбирается лучше любого где у нас сейчас академики последний помню был в этом азову ли последний час и небесное я не все там эту сторону урала но там теплее а теперь смотрите почему я показываю и так удачу а теперь прошло эти воды но сам году приезжает и видит вот эту картину если вы посмотрите да перед этим столько было собрано потом я дал команду не трогать 3 дня сыпалась повторно насыпалась посмотрите на скелетные ветки вы увидите что такое впечатление что с него еще не собирали было собрано 10 10 10 10 и сейчас там тысячи горщик лежат это с одного дерева вот подробнее не буду происхождение вот одно скажу я применил селекционное клонирование значит я не болтун и применил настроение ментора тоже не болтун результат на лицо видите смотрим дальше это все я хочу науку заинтересовать а вдруг а вдруг кто-то из вас скажет позовет скажет своего соседа или своего родственника академика да посмотри что делать смотрим идем дальше теперь мы смотрим опять это же вот это понятно я таких случаях говорю сад женщина и сад это как одно целое и вот и таких садов должно быть миллион и женщины должны буквально они не могут в квартирах цвести там нет ультрафиолет если помните в эти квартиры да нету там нет свежего воздуха вот так оно должно быть а почему я показал зачем сказать а потому что вот этот второй эти два человека это сергей же могли бы если бы я знаю им никто не даст эту самую теперь я живу и мечевинский институтом тоже и это селекционный московский института никто не да и это знаю но найти такой компромисс чтобы вот это умение которого отсутствует у большинства ученых помните сколько я критиковал а вдруг и опять вот здесь так и хочется а вдруг а вдруг а вдруг а вдруг а вдруг вот и это будет польза не им сергей это проживет без вас утром очков работает на саде вот а вы без него проживите попробуйте чтобы вот это вдруг это стало сказкой сказка которая это в нашем саду все наиболее активный и как бы сказать обученный талантливый человек это да еще ученые имеется она на подходе к кандидату наук аспирант да смотрим дальше вот можно и таким путем вы увидели вот сейчас только кто заходил ко мне в этот я сейчас не могу туда зайти там много телефонов я стесняюсь уже телефоны показывать если зайти ко мне ватсап но мы там увидели свежий ролик а там пошли очередной персик хасанский и с плодами и человек говорит спасибо валерий константинович ну а поймите причем это может быть это и сергей отправлял потому что было сказано 2 19 года сергей был посажен однолетним персик 19 году сейчас 23 вот и вот они плодо плодосят это такой медленный путь сейчас я вам подскажу потому что меня то что я последняя фраза она меня так разозлила вот это вот пастилой пастилой торгует или на сад вы понимаете с ее данными пользу которой она могла бы принести она еще всю науку произошла которую уже пусть она не научная наука железовская но произошла ну что это такое вот 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 да не помрет от голду но это что серьезно это ее работа я это написал это как гениального ракетостроителя королева помните это самое ракеты марш и луна вон 50 лет не летали на луну а сейчас оказывается и летать разучились вот почему да потому что сейчас не производят не гениальных людей люди другие стали нету этого вот и вот получается вдруг мне говорит сегодня я звоню я перезвоню я тащу 4 ведра яблок куда ты тащишь домой на переработку и это чек к потенциалам академика которому сегодня можно дать институт академии этот университет сегодня сейчас 4 ведра яблок перерабатывать а по нове в москве сглуза взъехал я иногда перехожу на украинский когда злюсь сглуза взъехал а вот это вот моя фотография 2007 года персихосанские перворожаи были такие привитые это 40 грамм бабах присылает мне свежую фотографию хасанского это украина где теплее там понятно ну как впечатление производится почти художественная фотография не просто фотография слюни не текут у меня потекли которые уже ко всему привычны посмотрели а теперь смотрите почему они крупнее полтора раза это 80 граммовая 78 граммов почему они это крупнее там где себя дерево чувствует лучше просыпается райское качество вот поняли да идем дальше но это часть его выводов просто я не могу уже сильно все рассказывать еще один товарищ вот он тоже украина персик из ваших костей высылали парню из семского района лет пять назад две пересадки и первое положение не знаю зачем было две пересадки но кончилось все таки положение поздравляю вот теперь нам надо поговорить ребята очень серьезно у меня дальше будут вопросы и попроще и покраснее такие фотографии что вы от зависти можете уже глотать во льду но я хочу и надеюсь что когда то вы позовете к экрану своего сына внука так что вы кто-то у вас студент и даже не обязательно сельхозвуза вот мой брат Юрий Владимирович Железов вот он закончил вуз сельхозвуз но он электромеханик но это же не помешало ему вырастить такие же персики дальше сейчас я это праздник потому что нашелся человек у которого вот мозги как раз заточены на это причем еще раз говорю я не знаю кто он у нас же Латинков металлург этот самый бородий строитель этот самый бандер строитель ну короче вот такие профессии и вдруг почему же у нас получается сады лучше чем допустим у чистых этих как их называть то гуманитариум вот вот да потому что нам надо это хлопцы гоп до кучи объединяться тогда еще лучше будет и вот давайте прочтем Валерий Константинович здравствуйте хочу узнать ваше мнение это всем надо всем не отходить не отходить от экрана как вы думаете возможно ли для метода наслоения ментора использовать в качестве подвоя не сеянцы с исходного дерева сеянцы сибирское ягодное яблони даже знаете что ягодное вы представляете что сибирки все знают что она ягодная официальное название это откуда же он знает значит наш человек и вот он говорит если использовать отводки вот и вот сейчас это очень важно потому что если я отвечу если он хороший пример если я с ним соглашусь все сдвинется с места значит надо изучать это тогда мы возвращаемся итак метод наслоения ментора вот сейчас я чуть-чуть опередю опережу это будет потом ответ разговора значит у меня в разные годы были вот такие вот плоды а это уже потом это знаете на на руки чесались на манджурца привел академика это уже вау на академика привел королевский и получил вау представляете это все позади вы все это знаете да потом разновидности пошли это кстати Ирина Александровна Савиньевич есть вот это моя совесть это на всяком случае говорю разновидности дальше еще и такая разновидность я все фотографии показываю что происходит а вот это вот непривитый сенец манджурского абрикоса но которому прививка была привита пожила умерла а свои качества почти все качества передала дикарю вот смотрите первое поколение до сих пор живо то есть это я на этот момент его исполнилось примерно 37-38 лет ну я усадил одно-двухлетним считайте 40 вот и вот где-то получается на году 37-38 он вот это вот несколько раз собирали я вам показывал даты разные пункты показывал 9-го показывал 13-15 и каждый раз это все убиралось вот и еще на дереве смотрите сколько осталось вот это вот разница какая заметь вот как это можно назвать и все замолкаю нет все таки ладно скажу я это назвал боюсь вас отпугивать потом получается вот такие вещи а потом представляется одного дерева можно столько добиться это маленькая часть вот да вот потом это становится сеянцами то что вы видите одну грядку это примерно таких грядок 10-20 это одномоментно то есть в этом году вот ну и дальше пойдут другие темы и тогда я возвращаюсь и так так я сейчас привожу этот пример еще раз наука мудро мудро молчит мужественно молчит о чем она молчит понимаете случилось однажды несколько минут это важный момент потому что еще раз говорю я все это могу передать только двум людям Савинич и Сергея Железова я ее дочкой называю а он у меня сын и вот им со всем этим готовым можно ехать в Москву вот и за несколько лет через пять лет это его умение или не его умение через пять лет дальше страшно говорить всего пять лет то чего не достигла наука за сто лет сразу за пять лет почему и так считается что а я не буду сейчас называть фамилии царствуем небесное этим людям не хочу называть их фамилии они приложили страшные усилия каждый тратил по 40 50 а то и 60 лет для того чтобы этого достигнуть им не хватило самой малости самой малости и даже когда они еще были живы а я уже пытался научить хотя бы любителей и статьи 50 400 статей в газетах ничего не изменилось смотрите самая соль значит когда-то я был у Байковой она кандидат наук директор ГСУ уважаемый человек один из основателей он называет Саногорского феномена феномена вот я у нее выменял это самое ну башна башна сеянцев манджурского я считал что манджурского 40 прививок а уже к тому времени у меня уже кое-что было в саду у меня наконец заплодоносил один королевский который этот самый тогда это было просто с Украины посылку получил мой сосед тоже царство небесное вот у меня появились вот такие вот плоды еще красивее вот и вся деревья а тогда интересовали садоваться уже персики они были не персики да королевский согласно справочнику старому надежному советскому королевский абрикос является сеянцем абрикоса персикового го а тот в свою очередь привет ну и тогда и тогда вот я взял и привел первый больше не мог некогда 40 мертвы извините повторяюсь а четвертый 40 погиб до следующего два года коту под хвост тогда я значит вот эти у меня пошли тогда у меня заплодоносило впервые вот это дерево и каким-то чудом и каким-то чудом у меня из десяти прививок внимание внимание 10 привок сделано вот эти первые сеянцы пошла одна 9 не приняли все правильно все совпадает все невозможно а одна пошла через два года я сделал снова все медленно шлось снова сделал 10 привок пошло где я брал их с единства живого дерева не с девяти мертвых живого получил сразу пять штук подросли пять штук я беру черники но уже шла речь не о десятках а уже доброй сотни но получилось так что из каждого десятка прижилось семь штук третье поколение следующий поколение четвертые девять штук и с этого момента я сразу запустил в серию то есть я начал их начал начал осмысливать а как же так неужели трудно было сообразить берешь живого следующее поколение потом их уже побольше ведь живого же и наверное а они еще погибали некоторые почему биологическая совместимость полная была только по четвертого пятого поколения полная то есть когда сосуды уже вот так вот полностью они перегоняли от корней незамерзающий раствор манджурцы сто процентов пока было семь девяносто они еще могли не сорок не выдержать тридцать могли замерзнуть двадцать а часть еще вообще была мертвая даже не пробовали сходить я бывало на второе поколение вот снова вот он мертвый опять манджурец прививка мертвого он еще больше стал я опять его привил он опять мертвый бывало три-четыре года подряд привал потом махал рукой да что ж ты и продавал его непривитым потом оказывалось что плоды все равно вкуснее чем у родителя и вот тогда родилось настроение ментора ну что получается теперь для чего вдруг мне приходит такое вот письмо ура 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 вот и вдруг он мне пишет брать несколько однолетних отводков отсаживать чтобы они отрастили корень через год привать последующие годы процедуру повторять то есть все как сенцами только вместо них использовать отводки полагаю отводки это же однородность он молодец умница в таком варианте однородность подвоев может оказывать дополнительное положение влияние на результат ну что сказать то господи это молодое железо почему смотрите вот это здесь я начинал работу я приходил в тайгу это недалеко это как заходишь в тайгу проходишь метров двести а так я рядом у нас у нас же у нас же таежная деревня тайга рядом становлюсь на колени у самой земли я вначале не ставил цели ведь у меня же морды тыкали почему не на тридцать сантиметров ведь бит с голову что на высоте тридцать породы разные виды разные толщина по двое разное если один ну там 60 сантиметров разве можно привать на высоте тридцать нет привая на тридцать а мне надо было замаскировать коровы ходили прям вот по этому густому лесу и рядом автобус остановка и люди напрямую ходили и я привал у самой земли заметьте жизнь заставила вот на таком расстоянии две почечки обмотал притрусил этим самым хвоей все проходит месяц прихожу с лопатой вырезаю вместе с комом земли думаете все что-то пошли а вы знаете что сибирка несовместима а но дело в том что у меня то все это самое получилось ну допустим одна треть и выглядели в один вот такой другой метр причем прекрасно но не только цветы тот же вот только привел это же способом вы видите двух трех клетки а на двух трех клетки сразу цветы закладывают и вот тогда у меня сразу появился я брал количество это та же селекция за один присест у меня сразу появилось десять двадцать великолепных деревьев которые росли как на дрожжах которые давали чудес и урожая и я сразу завоевал авторитет вот вот этот способ а потом что делать а потом я беру с них сейчас самую фишку сейчас скажу это самое интересное то есть сейчас поймете спасибо человеку направил мои мысли в эту сторону значит я прихожу в этот а побегаете в этот лес уже прикупил еще земли там было десять соток стало двадцать вот плечи распрямляю и я уже выкапываю до скомом земли но здесь уже не прививаю скомом земли привез в деревню или принес или привез по разуме как таскал и на тележке вот и на запорожце тогда катался такой богатый был вот привез за столом привил и посадил и оказывается что уже с этого момента еще сто процентов переживаемости не было но семьдесят восемьдесят было ведь первичный отбор произошел в этом лесу тут полно было мертвых когда дикарей пытался приучить полно было мертвых я не помню семь или семнадцать я выкопал вот и третье поколение четвертое и вот теперь куда я не пойду прихожу на базар Константинович угощайте эти ваши как разошлись мои жигулевские вот пипины как разошлись потом мелба это чудо и чудес мелба вот я успел продать за служительных тысячи и вот тогда значит постепенно укреплялась и однажды в 2017 году я полностью сформулировал понятие интеллективное нет то было понятие происхождения жизни на земле это тоже можно только забывает поручить и все вот наверное для нас сильно умные мы не понимаем так же как теоретность а кто третий поняли вот так и здесь настроение ментора это же так здорово вот Мичурин закончил насыщение ментора а это как как сказать две интересные темы это замечательно и то бывает даже насыщение ментора хватило бы для для успеха вот ну нет же нету вот как били себя в голову а Мичурин да вообще надо играть и вот получается еще раз смотрите вместо них использовать отводки однородность по двое может оказать дополнительное положительное результат и что получилось он то не знал об этом а это у меня произошло здесь нет я выкопал и 100 выкопал постепенно я всю эту деляну использовал до последнего 100 выкопал ни одного сеянца уж я-то различаю слава богу 200 выкопал наконец 300 и они закончились ни одного сеянца а я тогда еще задним числом подумал а они-то от кого взялись когда-то был здесь первая яблонька наверное ее принесла птичка наверное это была семечка она наверное давно это было сотни тысяч лет ее давно наверное нет в живых но все они родственники и вот это мне и помогло и когда я перешел на абрикосы то есть я благодарю этого человека он практически повторил что это может оказывать дополнительное положительное я и рассказал как он оказал но даже здесь 300 выкопал за все годы конечное количество дальше культивировать то есть садить яблоньки чтобы они давали отводки больших количествах это непродуктивно к сожалению и даже нигде этого не делается или используют как можно эти же веток нарезать навтыкать так и получить что те самые микроклоны которые пошли в они знаете куда вот то есть вариант уже здесь так корневой отводки естественное жаль фотографии надо было здесь понять вот он отошел от мамы поповину перелезал вот умнейший мужик смотрите вот брать несколько однолетних отсаживать чтобы отрастили корень можно просто перерубить отрастить корень не так сидя на месте можно отсадить можно садить сразу к себе в сад и вот то есть он повторил то что у меня получилось ну не то чтобы случайно наверное кто-то на небе помогал мне пойти в лес кривить замаскировать получить результат ведь сибирки считаются не годятся дикоревить мажорские абрикосы считаются не годятся дикоревить так нет а усурийские груши считаются а усурийские груши с первого поколения дают 90 стопроцентную приживаемость с первого поколения как получилось что я взял 15 лучших я считаю в россии и многие мировые лидеры помните лесную красавицу вот и это самое и никакой селекции не проводил сразу приваясь сразу на продажу сразу себе выражают такие ну вот завтра приедет хотя бы груши вот еще не стыдно понимаете о чем речь это о том что преодолеть можно вот эту дикость необычайно только потому что дикарь дикарем можно использовать методы побольше побольше смотришь и количество перейдет качество вот получается работа все правильно предполагает но здесь если это все пошло от одного дерева когда-то они взяли и закончились поэтому его мысли можно применить поэтому он как бы не знал что я все это уже проделал но его мысли в данном случае можно для нормального человека который уже возьмется взять найдет вот такой вот и свою округу обеспечит точно таким же принципом это очень быстро фактически можно сделать за пять-шесть лет четыре поколения вот и тогда возвращаясь обратно к абрикосам вот они красавцы вот это чудо и чудес так которого на планете уже этого нет они меняются даже как меняются даже на этом же деле вот это гибриды вегетативные поэтому и школа Лусенко потерпела поражение не могли доказать что это гибриды как не новое поколение ворстает что-то другое но они не знали причину одни считали обиженные это самое обиженные разгромленные а другие считали что они халтовщики а найти середину сказать что с этой косточки никогда уже этого не выросли даже если заберем побег у меня я показывал у меня уже десять вариантов но это только потому что их десять деревьев будет у меня сорок деревьев будет сорок вариантов то есть вегетативные существуют но не повторяется вот это одно из моих еще открытий существуют и надо прививать получать шикарнейшие результаты почувствовал себя на подвое пусть диком но почувствовал себя комфортно обеспечивая вегетативную гибридизацию обеспечивает несколько поколений комфорт стопроцентная биологическая совместимость и они становятся крупнее высказался и уже дошло до того что вот он пожалуйста и не привитый а уже такой так полюбовались 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 эх это бы в теме резинки ну и еще у меня одна из прививок одна из прививок венгерки привитая на абрикос бросила плоды это о чем говорит и вот это вот вот это вот вот это вот я понятия не имел что у меня будет такой шагер потому что первое плодоношение все зеленые плоды до единого были сброшены ни одно дерево не сбросило ни одно абрикосов было в море это было кажется 2007 год плюс-минус один год абрикосов было в море а вот это молодое дерево пустое все сплошной лежали зеленые плоды на земле это что правильно это так называемое генетическое биологическое несовместимость 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 что можно было делать брать топор я еще годик подождал получил шедевр так так и теперь я тоже самое пытаюсь на абрикос вот вот привил сыр китайку это плоды сбрасывает это несовместимость это значит надо что теперь брать веточки с этого дерева брать та же самая венгерка и опять приливать на абрикос и добиваться постепенно белорус совместимости а теперь еще раз сюда вот что мы видим это дерево 32 35 лет снабжало меня косточками и вот этот огромный срок что это срок настоящий научный срок это уже низкораспелка низкораспелы выводы вот это серьезно сад жив абрикосы живы еще сейчас покажу абрикосы вот а привали всегда на этот на однородный подвой вот здесь уже сеянцы там с яблонями другая история потому что там были корневые отводки а абрикосы корневых отводков не дают здесь только сеянцы но тем интереснее сложнее но я рассказывал 40 привил 40 мертвых потом начал по-новому уже вот с этими подвоями и когда прошло 10-20 лет я только тогда сделал выводы ребята наука я вам дарю метод наслоение ментора пожалуйста пользуйтесь вот это все уже должно переехать сады уже никогда не будет я рассказывал в москву на международную конференцию привезли абрикосы я плоды и байкала а команда была всем двести этих в ночи швы седлений была команда всем привезти привезли вишни и черешни больше ничего это же время было вишни и черешни и абрикосы не было абрикосов ни у кого а значит прошло 12 лет и сейчас ни черта нет ко мне хоть один обратился мы мы не кто мы не